добрый день я бы хотел рассказать вам о том как на наш взгляд изменится индустрия готовой еды и индустрии вообще еды в ближайшем горизонте причем раньше мы читали научную фантастику и думали что это будет когда-нибудь когда-нибудь потом после меня сейчас мы понимаем то что очень много глобальных изменений идет именно сейчас именно здесь и вот отчасти того что произошло за последние 20 лет и то что в горизонте ближайших десяти мы рассчитываем увидеть я сегодня хотел вам рассказать она не работает да заработала несколько слов хотел бы сказать просто компании наверняка аевка вы что-то слышали но для того чтобы просто правильно воспринять доклад хотелось бы просто сделать отступление от того кто этот доклад формировал компания эвка в следующем году будет отмечать свое 30-летие то есть мы полностью российская компания которая прошла все кризисы которые были от и до поэтому говорим именно и о масштабном бизнесе и о том что будущее точно будет мы в этом не сомневаемся по итогам 21 года компания инфолайн поместила нас на вторую строчку среди компаний выпускающих продукты питания то есть в индустрии в двадцать первом году мы заняли второе место но для нас более отрадно даже не не высокая строчка в рейтинге а то что среди вот этой вот десятки мы развивались двадцать первым и пока по нашим предположениям продолжаем развиваться быстрее наших конкурентов рядышком динамика нашего оборота в двадцать первом году это было двести двадцать три миллиарда рублей прошлый год мы закрыли с отметкой двести семьдесят семь миллиардов рублей двести восемьдесят миллиардов рублей мы в компании любим смотреть на образы и представлять это вот цифры они как-то далекие а вот если эти цифры как-то представить во что-то осязаем это сразу немного они запоминаются лучше и масштаб по-другому воспринимается вот если перевести это в тонны то это два с половиной миллиона тонн готовой еды то есть выпущено на рынок если эти тонны упаковать в вагоны и поставить в цепочечку то она будет примерно от воронежа до москвы это чуть более почти 500 километров и вот 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 такой масштаб еды он был выпущен и отгружен это не только по россии это и за ее пределами на сегодняшний момент уже примерно 50 процентов нашего бизнеса она продается за пределами россии но масштаб такой и будут справедливый наверно вопрос а зачем такой компания которая занимается классическими продуктами питания мы масложировики то есть что может быть проще взял масляничные растения получил из них масло жир разные его фракции разные его компоненты все стабильно доход небольшой но стабильный что зачем нам смотреть в будущее зачем нам что-то менять у нас в компании в головах все изменилось наверно в 2018 году и вот вот это вот событие мы отмечаем как такое событие которое заставило внутри пересмотреть подходы к тому что происходит за пределами компаниями в 2018 году мы узнали о проекте с 16 bioscience это стартап который выходил из интегратора стартапов и эти ребята предложили рынку бизнес идею в которой они предположили что они смогут промышленно из дрожжей добывать добывать заставить дрожжи выпускать правильные жиры то есть те жиры которые будут употребляться в пищу мы сначала к этому отнеслись очень скептически но пошли к ученым пообщались с ними и к своему большому удивлению узнали о том что на сегодняшний момент уже существует порядка 1600 и изучены порядка 1600 видов дрожжей и 5 процентов из них на самом деле кроме белка могут продуцировать и жиры и эти жиры на самом деле могут быть вот ровно такими которые нужны для питания то есть тут вот вопрос натуральность и натуральность все привыкли воспринимать тому что натурально это то что выросло на грядке натуральное то что у нас дала коровка как относиться к тому что сделали микроорганизмы но это тоже натуральное но она по-другому оно иное когда мы поняли это то мы для себя немножко ужаснулись испугались и и пошли все это быстро быстро изучать потому что сложилось ощущение что завтра наши поля заводы и все остальное может быть просто не нужно лишней цепочки лишний в цепочке мы изучили все что произошло глобального за последние 20 лет и выделили для себя наверное три самых глобальных изменения первое это был полностью расшифрован геном человека то есть мы теперь можем четко с уверенностью говорить о том что да каждый человек рождается заранее запрограммированный генами с определенной генной памятью и на ученые научились читать эти геномы и научились их разворачивать до крайней аминокислоты что это дает нам как производителем продукта питания вам те кто с этим эти продукты питания делает это прямой путь к тому что от персоналифицированная еда это индивидуальная диета она становится реальностью то есть со временем и у сейчас очень много работы этому посвящено ученые на самом деле смогут подбирать такую диету которая для человека будет уникальной с одной стороны с другой стороны она будет отвечать всем запросам организма то есть это еда равно аптека то есть больше ничего не надо еда это не только калории это еще и восполнение недостающих элементов когда это ученые смогут поставить на поток это на самом деле дать даст перс 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 персонализацию еды и индивидуальный подход каждому покупателю второе глобальное открытие которое мы для себя выделяем это прорыв в изучении микробиоты микробиоты это тот микрокосмос который находится внутри нас и там тоже к счастью не часть там тоже живут микроорганизмы которые питаются и питаются и не тем им надо не то чем питаемся мы а им очень край крайне не хватает это пищевых волокон того компонента который у нас как бы сейчас пока стоит за скобками мы наблюдаем за белками жирами углеводами но мы абсолютно не смотрим на пищевые волокна хотя во многих развитых странах этот этот показатель уже как четвертый начал появляться на упаковках пищевые волокна важны они важны в первую очередь именно для микробиота чтобы она правильно питалась и мы себя ощущали хорошо и последнее достижение научное это это биотех это технология которая называется презентационная ферментация это тот самый способ благодаря которому микроорганизмы могут нам дать все необходимые нам жиры белки именно в том в той конфигурации которой необходимы организму и вот тут тут просто можно пофантазировать о недалеком будущем и представить как как сейчас проходит путь жира ну к примеру к примеру жира от того что сначала поля были засеяны потом урожай убрали потом переработали элеваторы очень много логистики как до завода так и от завода потом до конечного потребителя и все 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 вот это вот можно сразу убрать если поставить с большим мегаполисом рядом такой вот биотехнологический завод с биореактором в котором умные дрожжи делают тот же самый жир по сути вот вся цепочка убирается и и самое важное в чем в чем заключается биореволюция она заключается научились это делать уже достаточно давно но если в двухтысячном году один килограмм белка произведенный таким способом обходился в миллион долларов то в 2010 году это уже составлял около десяти тысяч долларов на сегодняшний момент это около 50 долларов за килограмм белка и в горизонте вот ближайших трех-пяти лет мы думаем что это будет уже 10 долларов то есть это более чем доступный белок соответственно революции заключается в том что первый раз человек накормил научился кормить себя и он произошел скачок населения когда люди одомашили растения второй скачок произошел когда люди одомашили животных и сейчас мы живем в тот момент когда происходит 3 может произойти и он мы уверен что он происходит именно сейчас скачок когда люди одомашили микроорганизмы которые дают конечную правильную чистую еду без каких-либо посредников этот слайд он такой тут основные идеи которые сейчас в принципе существуют и он про что он про то что мы как крупная компания которая масложировики классические мы в определенный момент поняли о том что если мы не начнем мы не начнем заниматься биотехом то завтра появится какая-нибудь американская или израильская компания которая займется нами которая просто в этот в этой цепочке нас заменит поэтому мы пошли и стали активно изучать этот слайд пропущу немножко пошли и стали активно изучать все что связано с пребиотиками с биосинтезом жиров со сладкими белками с клеточным питанием с получением белков жиров из водорослей мы на сегодняшний момент у нас порядка на 18 человек в ежедневном режиме изучают все русские и англоязычные статьи ну естественно в большей степени информация в англоязычных статьях которые выходят вот-вот по различным там события тренды патенты то что в мире ежедневно происходит потом это обрабатывается складывается в такую некую аналитическую записку и дальше мы смотрим направления в которые нам целесообразно пойти как компания и вот к нашему большому сожалению этой работой мы занимаемся примерно с 2018 года только темпы ее все возрастают и возрастают и на сегодняшний момент мы себе отдаем четкий отчет в том что готового стартапа или какой-то бизнес идеи которую мы с любого бизнес инкубатора возьмем и сможем вложить просто-напросто деньги реализовать такого не существует примерно 98 процентов всех идей которые через инкубаторы проходят они не имеют инвестиционного потенциала и нам просто необходимо это все делать внутри себя у нашей компании уже есть свой научный городок мы плотно работаем с рядом с университетов мы пошли сами в эту науку не 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 ожидая того что завтра появится какое-то чудо стартап которому просто вложим деньги и решим закроем свои проблемы хотел бы поделиться о том какие вообще виды белка на сегодняшний момент вот мы выявили и какие из них считаем потенциальными для инвестиции глобальных инвестиций а какие но наверное либо еще им не время либо совсем не то вот на сегодняшний момент как бы это ни казалось странным но на наш взгляд самыми перспективными с точки зрения получения белка для человека является растеневодство это микроорганизмы и водоросли вот эти вот три направления они уже сейчас дают более эффективную цену чем животный белок они не ограничены экологическим аспектом клеточное мясо мы убираем за скобки потому что пока наверное ему не время потому что все что пока научились делать это очень очень дорого это навряд ли будет массовым продуктом в ближайшем там 20 лет и насекомых мы отбрасываем в сторону везде где про это идет речь мы отмежевываемся мы в эту сторону идем потому что в наше с нашей точки зрения оно не совсем укладывается в культуру питания и это хороший белок кормовой но не лучший вариант для пищи человека да если посмотреть то же самое на источники жиров то здесь то же самое животноводство не попадает в перспективный потому что его невозможно дальше масштабировать и она уже достаточно компромиссное с точки зрения и здоровья и с точки зрения экологии то же самое клеточный жир дорогой водоросли там меньше жира поэтому если в белки они попали в потенциально интересные в жирах скорее нет а вот микроорганизмы и растения тоже это те жиры которые мы можем качественно и и масштабировать и достаточно экономически выгодно производить и третий вопрос который мы очень активно работаем это сладость вот вообще сладость она вошла в жизнь человека не так давно вот нам всем кажется что без сахара в жизни нет в принципе на самом деле сахару то всего 150 200 лет не больше до этого прекрасно жили все без сахара но тем не менее он вошел в эту жизнь и на сегодняшний момент вопрос сахаров его тоже надо решать есть альтернативы химические которые в свое время заняли эту нишу но и сейчас есть очень много исследований и такой достаточно спорный вопрос о их полезности для организма скорее они не полезны и скорее они ввиду даже другим более сложным цепным реакциям стевия классный продуктный уже очень многих на полках всех сетей существует но не масштабируется на сегодняшний момент она занимает всего один процентом среди альтернативных сахаров и масштабировать ее пока не получается и после вкусе которую она имеет тоже имеют вносит ограничение в ее использование а вот сладкие белки полученные из растений и каскадная ферментация это два способа которые на самом деле всю ту же сладость могут дать но не в виде углеводов а в виде белка и поэтому тоже считаем это двумя перспективными направлениями очень много миллиардов рублей за последнее время миллиардов долларов за последнее время было инвестировано в различные стартапы и идеи вот о которых я вкратце вам рассказал и мы так как многообразие очень большое того куда целесообразно пойти с точки зрения развития бизнеса мы задались большой целью вот идя в эту историю мы точно должны мыслить уже за пределами россии мы точно должны мыслить в более в мировых масштабах я вам уже сказал то что более 50 процентов мы уже сейчас продаем за пределы россии и и поэтому при подход при выходе в новую категорию при выходе в измененный формат бизнеса необходимо задавать себе более глобальные вопросы вот мы себе сформулировали эти вопроса 3 на которые должен ответить наш бизнес и которым он не должен противоречить во-первых то что мы выпускаем это должна быть доступная еда то есть это не какой-то хайп это не какая-то там нишевая история это именно массовый продукт который может решить проблему глобально второе это наши проекты не должны вступать в противо в конфронтацию с экологией потому что нас все равно становится все больше и больше и наш шарик он не выдержит той нагрузки как мы эксплуатируем сейчас всем с этим как как бы это ни казалось далеко но всем с этим надо смириться и думать как каждый из нас может своей в ежедневной жизни сделать что-то чтобы с быть более экологичным это вызов который стоит перед каждым и третий вопрос который тоже крайне важен для всех наших проектов это здоровье то есть компромиссов со здоровьем мы считаем быть не должно соответственно все проекты в которые мы идем на все эти три запроса три вызова отвечают на сегодняшний момент мы остановились на двух крупных направлениях которые мы развиваем помимо масла нашего масло жирового бизнеса это растительная еда во всех ее проявлениях ее становится все больше и больше два года назад мы на вышли на рынок с растительным мясом у нас уже появилось растительное молоко не за горами растительной рыбы и вот этих идей там на самом деле достаточно много второе направление бизнеса это вот как раз биореакторы в первую очередь это то что мы в ближайшее время хотим дать рынку это сладкие белки они уже разработаны они уже существуют мы их уже умеем производить но здесь очень большие вопросы сертификации потому что продукт принципиально новый быстренько тоже пробегусь я про это про все сказал биосинтез жиров это то направление которое еще раз повторюсь это микроорганизмы которые могут сделать эти жиры минуя всю всю цепочку и логистическую и поле и переработку и на сегодняшний момент от единственный не то что единственный минус есть пока большой минус в этом это большая стоимость она уже сопоставима со стоимость со стоимостью животного жира то есть если же справедливая цена животного жира на сегодняшний момент по нашим оценкам 390 рублей то жира который сделан в первой реакторе она составляет где-то в районе 300 рублей но это пока намного дороже чем растительный жир который составляет в районе 110 рублей сладкий белок здесь здесь добавить нечего вопрос вопросы проблемы ожирения проблемы связанные с диабетом они одни из ключевых у врачей на самом деле очень много людей страдает из-за этих болезней и сладкий белок вот он закрывает оба обе эти проблемы то есть не диабета не ожирение со сладким белком не будет он слаще обычного сахара обычной сахарозы примерно в 5000 раз и вот вот просто на секунду и тут был слайдик такой интерес вот тут просто на секунду представьте вот тут прекрасная вкусная конфета если у нее из нее убрать сахара это примерно 50 процентов ее наполнения и добавить туда вот маленькую маленькую капельку вот этого растительного белка а оставшиеся место вот в этот 50 процентов этой конфеты наполнить пищевыми волокнами которые я вам говорил очень нужны нам наши бьете да то у нас получается вместо вкусняшки у нас получается функциональный продукт который и для микробиоты и с точки зрения питания с точки зрения энергетики и эмоции всего-всего закрывает предыдущий слайд ой 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 он он очень интересен на самом деле это напрямую связано с тем что сладость намного выше чем у сахароза вот на сегодняшний момент если сахароза в среднем это 50 рублей на килограмм так вот мы грубо оценим справедливую и и цену то вот белки которые сладкие здесь два всего их три но здесь два представлены вот бразеин уже обходится примерно 20 рублей за килограмм и и с ростом вот этих вот биореакторов с улучшением технологии этот продукт будет удешевляться и удешевляться и удешевляться так не туда листаю продукт уже существует вопрос сертификации прохождения всех органов мы очень плотно общество сотрудничаем с ближним востоком у нас в этом году в прошлом году уже появился офис в дубае и вот там этот вопрос скажем так под он понравился и шейхом этот продукт и скажем так там есть лобби возможно там он выйдет быстрее чем здесь не исключено но мы прикладываем максимум усилий для того чтобы сертифицировать продукты в россии как можно быстрее так и вот те самые пищевые волокна которые которые надо вот в эту конфетку из которой мы сахар убрали и добавить эти пищевые волокна казалось бы где их взять вот где взять много пищевых волос а как как оказалось вот тот самый соевый боб он на самом деле такой подарок человечеству который очень долго раскрывался и не был раскрыт оказывается 17 процентов всей массы соевого боба это идеальные пищевые волокна которые нужны нашему организму по сути боб соевый состоит из четырех глобальных компонентов белки из него можно добывать жиры из него можно добывать и пищевые волокна а оставшиеся там есть еще сахара в нем тоже есть сахара тут раз вот из этих сахаров можно делать такую сладенькую водичку которую заливать биореакторы кормить наши микроорганизмы которые будут делать новые жиры белки идеально и бизнес бизнес внутри бизнеса и что самое главное это убирает кучу лишних издержек это очень экологично и полностью натурально вот растительное мясо которое мы рынку уже показали два года назад на самом деле мы очень рады скажем так тому как происходит темпы роста в первую очередь уходимости из готовой еды вот на сегодняшний момент если взять аналитику внутри компании то через готовую еду у нас продается растительного мяса столько же сколько через упаковку битуси вот рынок хорики рынок готовой еды по всем другим направлениям он не сопоставим но это 10 там 12 процентов по этому продукту 50 на 50 и темпы роста в направлениях столовые кулинарии он значимо выше чем продажи с полки у людей все равно остается очень большой барьер того что это невкусно несъедобно ненатурально когда мы даем этот продукт людям попробовать через готовую еду когда он может взять конкретную порцию то он закрывает все свои вопросы потому что это это вкусно на самом деле вот я вот многие лица вижу тех кто уже был и у нас в гостях я знаю что многие из вас уже работают с этим просто для интереса вот кто уже в своем производстве из пост используют растительное мясо люди были а использовать не начали я думаю что вы наверное не знаете до конца потому что ряд людей кто здесь представлен используют и закупают у нас это растительное мясо у нас она всегда с собой большое скажем так большая работа уже проделана но и ищите в лучших ресторанах в лучших кулинариях города и она там на самом деле есть не буду называть название на сегодняшний момент нам удалось уже сделать этот продукт сопоставимый с ценой говядины но вот если посмотрите на соседний столбик это который 111 рублей это если тот же самый продукт сделать без участия импортных компонентов которые являются в ароматике и сам белок вот если эти компоненты мы научимся делать у себя а мы сейчас это делаем активно уже есть тестовые образцы в горизонте 3-4 лет мы рассчитываем что этот продукт будет на самом деле в два раза дешевле мяса то есть не останется вообще никаких причин для того чтобы он не стал массовым это некий видение того как это может развиваться и на наш взгляд такой самый скромный прогноз который возможен вообще даже при том что этот продукт останется на уровне мяса по цене то никак не меньше десяти процентов он займет от рынка мясного то есть от большого мясного рынка растительное мясо займет не менее десяти процентов в горизонте 10-15 лет если удастся реализовать те планы которые он сказал по поводу 111 рублей то есть в трехкратное соотношение в цене с животным белком то мы уверены что вот этот экспонент может пойти более задранный да но даже если просто представить масштаб бизнеса даже на 10 процентов то в горизонте там до 30 года в россии рынок растительного мяса может составить 6 с половиной миллиардов рублей долларов 6 с половиной миллиардов долларов то есть бизнес на самом деле емкий те кто еще не попробовал и не участвует в этом процессе очень рекомендую то что будет вкусно гарантирую у меня все спасибо большое на самом деле у нас уже было наталья минуточку я вот хотел это не на мою визитку просто если у вас есть какие-то вопросы по продукту по всем продуктам о которых я рассказывал если вы сами что-то думаете что-то пытаетесь сделать внедрить какие-то рецепты ищите какие-то компоненты смело пишите сюда это 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 форма на нашем сайте у нас на сегодняшний момент работает семь поваров технологов которые активно участвуют в доработке внедрение данного продукта непосредственно на кухнях заказчика и если у вас есть какие-то вопросы идеи предложения пишите не стесняйтесь мы с радостью займемся вашим вопросом спасибо еще раз и сейчас не уходи на самом деле как раз коллеги будут нас принимать часть людей которые уже записались на мероприятие и получили свои подтверждения я так понимаю что фёдор там решит сколько у нас еще свободных мест есть да и сегодня я надеюсь еще дослать и вам подтверждение чтобы в итоге в пятницу вы тоже побывали у них на ранди площадке первый раз в ноябре было довольно любопытно и было интересно понимать что продукт на самом деле интересен я еще наверное здесь должна сказать что моя мое мнение вот с точки зрения как давайте знаете вот мой хэштег покупателя у меня отношение к этому продукту то как расширение потребительской корзины вот я сейчас больше всего вот в стороне вот этой растительной истории наблюдаю только одно что противопоставление когда вот растет минус атом ум уме свою дыму там еще кто-то ребят это просто рак действительно расширение потребительской корзины надо понимать что когда-то нашем рационе было у наших там правда про 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 прадедов там репа дам чего там еще там часть перка перечислить икра икра тоже но она у нас заменилась да теперь у нас икра к сожалению стала дорогой и не подходящий для постоянного рациона но я просто к тому что вкус и меняется но меняется и отношение к каким-то продуктом которые вдруг появились или наоборот ушли вот поэтому ну скажем так я считала важным чтобы вы такое визионерское выступление получили и будем наблюдать как это все будет происходить но вы все-таки люди которые может на это повлиять еще раз спасибо